В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Екатерины Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Акция в поддержку российских олимпийцев, проживающих в Лакуртинском интернате, встали на лыжи. Ради спасения жизни и кандалакшане снова пришли сдавать кровь. Платят ниже минимального размера оплаты труда. Обращайтесь в Комитет по труду и занятости. Региональное ведомство открывает горячую линию. Она будет работать в областном центре с 13 по 15 марта. Работа горячей линии организована с целью выявления фактов выплаты заработной платы северянам ниже минимального размера оплаты труда. Напомним, что с нового года, в соответствии с решением Конституционного суда России, расчет МРОТа в Заполярье исчисляется по-новому и является общеобязательным для всех работодателей региона. Впрочем, имеют случаи, когда работодатели забывают об этом. Сообщить о подобных фактах жители Мурманской области могут по телефону горячей линии. Номера вы видите сейчас на своих экранах. Молодым у нас дорога. Отличная новость пришла сегодня из областного центра. Там состоялась торжественная церемония подведения итогов регионального конкурса «Доброволец года». Наш город на этом состязании представляли два волонтера и оба стали победителями. В этом году победителей конкурса «Доброволец года» определяли по семи номинациям, а заявок, поступивших в оргкомитет, было почти полсотни. Борьба за лидерство выдалась непростой, но у двух кандалакшских подростков все получилось. Так, представитель общественной организации «Новое поколение» Полина Турыгина признана победителем конкурса «Доброволец года» в номинации «Событийное волонтерство». Другой наш земляк Илья Трифонов отмечен в номинации «Волонтер победы». Теперь кандалакшанам предстоит взять новую высоту. Они имеют право подать заявку на участие в федеральном конкурсе «Доброволец России-2018». Для того, чтобы стать волонтером, проявить свою добрую волю, просто протянуть руку помощи вовсе не нужно, ждать каких-то сверхъестественных обстоятельств или важного повода. Это сделать можно в любой момент. Например, сдать кровь. Ведь она всегда нужна. Значит, и ты тоже всегда кому-то нужен. Вот и сегодня на призыв «Стань донором» откликнуло 74 жителя нашего города. В первой половине дня они пришли в Кандалакшскую ЦРБ, где уже не в первый раз проводится выездной прием специалистов Мурманской станции переливания крови. Процедура отработана до мелочей. Осмотр врача, получение специального талона и добро пожаловать в кресло. Несколько минут и специальный резервуар наполняется спасительным компонентом. В том, что их кровь обязательно пригодится, кандалакшские доноры знают наверняка. В подтверждение придет смс-сообщение на мобильный. Где-то через неделю, наверное, через две пришла смс-ка, что моя кровь перелита уже человеку. Не было какого-то восторга. Просто это то, как должно быть для меня. Помощь та же самая людям. Почему нет? Крови много. Участие в акции «Стань донором» для кандалакшан стало уже привычным, обыденным делом, а потому совсем неудивительно, как скромно они говорят о том, что частичка их крови помогла спасти или продлить чью-то жизнь. Впрочем, регулярно сдавать кровь полезно и самим донорам. Процедура способствует обновлению всего организма. Финские ученые, например, обследовавшие пять тысяч мужчин, выяснили, что регулярно сдающие кровь люди страдают инфарктом в десятки раз реже. Ни дня без спорта и вместе со всей страной клиенты психоневрологических интернатов Заполярья вышли на лыжню. Лыжный забег в поддержку российской олимпийской сборной состоялся на днях в селе Алакурти. На предложение провести лыжный забег и таким образом поддержать российских спортсменов, которые не смогли принять участие в зимней Олимпиаде, откликнулись не только в Алакурти, но и клиенты интернатов в Кировской Апатитах. В итоге на старт вышло 14 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Многие из них впервые получили возможность продемонстрировать свои спортивные достижения, а потому, чтобы сбить градус напряжения, перед ответственным забегом была организована разминка-тренировка на свежем воздухе. Двигайся! Замри! Лыжные гонки среди граждан с ограниченными возможностями здоровья в Алакурти проводятся впервые, но несмотря на отсутствие опыта проведения соревнований, качество организации не подкачало. Во многом благодаря поддержке неравнодушных местных жителей и предпринимателей, которые предоставили место для проведения соревнований, призы и подарки, другую спортивную атрибутику. Не остались в стороне и военные. Представители арктической бригады накормили спортсменов кашей. Пограничники помогли с подготовкой трассы. Погода не подвела, а трасса получилась просто идеальной. И вот уже по лыжне скользят участники забега. Ради заветной медали им предстояло преодолеть 2,5 километра свободным стилем. Тех, кто лихо пробежал и первым пересек финишную черту, радостно встречают болельщики. Первые гонки прошли, что называется, с ветерком. И это несмотря на то, что для многих участников это первый опыт выступления на лыжне. Теперь появилась идея создать сборную, составить график тренировок и уже следующей зимой выйти на региональный уровень. А там, глядишь, и на всероссийском. Удачу попытать. И это все, о чем мы успеваем вам рассказать сегодня. Далее вас ждет короткий блок коммерческой информации и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь до завтра. Смотрите нас ровно в 19.00 на телеканале ТНТ Кандалакша. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok